всем привет и вы где вы у меня в студии и это мой долгожданный день это моя коррекция и наконец поменяете коротенькие волосы мне с ними было очень удобно я их так полюбила мне с ними так хорошо но девочки идет новый год а новый год что новая жизнь новые желания и новые но каждый шутки всего лишь доля шутки остальное правда значит вот что я буду ставить я уже выбрала волосы я буду ставить вот это мешать с этими а это наверх вот такая вот красота у меня будет стоять это природная волна здесь есть волосы потяжелее и полегче это природная волна я их поставлю и буду наслаждаться вот а мои эти мы снимем сейчас я пойду зайду в студию там уже пришла моя мастер елена которая мне сделала эти волосы мне очень понравилась ее работа я хочу чтобы она мне сейчас нила мы с вами взвесим я оставила волосы и они весили 90 где-то 5 98 грамм мы сейчас взвесим потому что были люди говорят что иногда бывает вычиск я проходила чтобы вам не соврать пять месяцев мы сейчас их снимем взвесим вы увидите все от начала до конца вы увидите снятие потом мы их взвесим я вам все покажу от вас ничего не скроется все будет ясно и понятно и посмотрим сколько их осталось по весу ну что идем так что мы видим мои хорошие мы видим что моя мастер или нашей форме мальчика максима я тоже сегодня такой мальчика я солидарно со своим мастером думаю она это оценит и сделает мне очень хорошо вот она сейчас расчесала волосы мои можно было их не расчесывать но для чего мы их расчесали для того чтобы было меньше потерь сейчас она будет снимать и когда они расчесаны они будут легче стягиваться будет меньше потерь они у меня пудрявые поэтому видите мы их расчесали они стали прям знаете как прямо пипец пушистик пушистик да просто если не формировать пудрявшку то она будет вот такая еще я хочу спросить девочки расчесала или расчесала правильно я говорю расчесывала 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 зачесывала короче так сказать не знаю ну как-то так вот видите вот так выглядят волосы кудрявые когда вы их расчесали утром вот поэтому чтобы они так и не не были их надо быстренько смочить с водичкой их взбитой они сразу превращаются в пудрявшку если мы начнем тут все начнет снимать вы все увидите все будет при вас да потому что их реально не видно не могу выбрать прядь смотрите как можно вот эту вот прядь найти волосам вот какой у меня хороший мастер скажи ленка такая у меня супер пупер мастер вот смотрите вот здесь вот мы тоже будем снимать вот видите вот вот мои волосы вот тоже не видно да смотри не видно да вот если бы я не снимала черные точечки от окраски не оставались вот так вот мои волосы снятые вот мы сняли и теперь мы их будем взвешивать взвешивать 62 грамма у меня осталось а было у меня где-то 98 но у меня девочки не учёсывались волосы вообще но что-то там отрезалась допустим чуть-чуть там уж сильно не резали да что-то отрезалась и 20 процентов потерям при так перенаращивание при снятии при всех делах вот пожалуйста такой вот хвостик у меня был вот он мой хвостик вот когда мы вычесываем прядки обратите внимание покажите пожалуйста вот смотрите вот здесь я выпутываю волосы вот эти вот волосы вот я распутываю волосы и здесь вычесываются волосы вот это все нормально это выпавшие волосы в процессе носки жанра у нас носила достаточно долго 5 месяцев за 5 месяцев выпал выпадает очень много волос это естественным образом выпадает в день выпадает где-то в среднем 120 волос и вы представляете сколько выпадает волос за 5 месяцев нос поэтому некоторые говорят вот у меня столько волос вычесывается и не знаю что не делать это все нормально просто им некуда деваться потому что они зафиксированы плотно в капсуле они там и остались потом они начинают запутываться друг с дружкой но обязательно их нужно между собой вот так растягивать для того чтобы они не сбились все в один в одну большую прядь вот обратите внимание если бы при снятии при нашем снятии волосы хоть как продали обламывались обрывались то здесь была бы четкая линия четкая грань как отрезана здесь вот вы можете сами увидеть что здесь никаких обрывов нет все естественно сейчас мы все вычешем леночка все вычешет но уже всю весь процесс вам не будем пока старается довольно долгий процесс минут на 23 сейчас лена все вычешет и я помою голову и покажу вам чтобы вы все увидите потому что здесь есть полосочка вот где были не крашеные да остается чуть-чуть вот вы по полосочке увидите что там своими волосами вот еще раз хочу показать свой хвостик который мне сняли потеря было 30 процентов я даже вот сижу и сама не понимаю откуда у меня потеря 30 процентов потому что у меня волосы не вычесывались вообще во первых я их не расчесывала вообще никогда я наверно вот первый раз мы расчесали ты лена расчесывала меня на расческе остались волосы я волосы не расчесывала вообще значит я их помыла в пятницу из пятницы они у меня не расчесаны были по сегодняшний день сегодня я встала утром села сюда в кресло и лена мне их расческой расчесала для того чтобы они легче снимались потому что они были кое-где ну там подпутаны там за ночь и все такое вот ли она говорит что на расчет на расческе не осталось волос вообще вот поэтому 30 процентов потери я даже не могу понять почему вот я сижу часы думаем я думаю что скорее всего ну во-первых была стрижка потому что у меня не все были такие были сверху короткие детки а внизу мы добавляли помнишь эти вот желтенькие которые длинные да они были длинные мы их отрезали потому что детские детские были только пудрявые добавить было нечего таких детских не было мы их отрезали но процентов 10 мы наверно там пусть отрезали да там обычно отрезаешь там грамм ну 8 уходит да да но тогда ну тогда да вот вот стрижку девушки ну такую конкретную стрижку делала постригала и верхние верхние волосы для того чтобы своя макушка не отлетала все вместе как гармонично было и вот я взвесила потом то что мы постригли это получилось вот ровно 8 грамм ну вот я же говорю что я просто мы кстати не первый раз делаем эксперимент поэтому смотрите у меня было где-то 95 98 грамм у меня было да значит вот смотрите какие вот вот моя основная вот длина вот которую не стригли это детские а вот которые мы подстригали вот это височки вот здесь будет видите вот она короче это не обломалась авто пострижена видно что она вот пострижена видите она даже не секущаяся ничего не сеченых кончиков ничего нет видно что она вот мы простригали тут такие есть это же височки вот они видите вот сзади мы подстригли потому что они были длиннее те которые не кудрявые вот волосы были которые сзади на них мы собирали здесь каких хвостов Сзади была волна, сверху была кудря, просто кудри такой детской было мало, поэтому мы добавили вот такие волосы поплотнее для армирования и подстригли их под вот эти, поэтому вот потеря эта составила где-то допустим 8 грамм, да, это примерно где-то процентов, ну 7, ну и где-то потеря, вот сейчас у нас потеря где-то 29 грамм, то есть грамм 9, 8, 9 ушло при стрижке и 20 грамм ушло потеря при коррекции, это нормально. Давайте не будем забывать, что еще резиночки весят, сейчас это на одной резиночке, а когда мы в цехе наматываем эти резиночки 3, 3 резинки весят где-то примерно около 5 грамм, вот одну мы вернули на место, значит грамма 3 где-то у нас еще в резинках, оно так и получается 20 грамм потеря при коррекции, от этой потери никто не уйдет, невозможно снять волосы без потерь, все равно потери будет, вот, значит 20 грамм при коррекции, 3, 3-4 грамма резинка и грамм 8 стрижка, вот оно и получилось мои 30 грамм, так что все нормально, все вы видите, ой, как я любила эти волосы, сейчас мы будем делать новое наращивание, чем больше длина, тем меньше потерь, потому что потери идет именно больше в коротышах, вот на них отражаются резинки, на них отражаются, потому что на 200 грамм, там 4 грамма резинки, там или там 6 грамм резинки, это не так, ну, много, а на... Резинки, 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 ну, так, а что делать, извините, резинки ты никак, а конфеты, когда ты идешь в коммунарку, тебе взвешивают фантики, ты что, фантики разворачиваешь? Ну, тебе положили килограмм на весы в фантиках, и ты покупаешь, правильно? Тебе ты же не говоришь, я плачу за конфеты, разверните мне фантики, взвесьте конфеты, потом назад заверните, ну... Это, а как ты взвесиваешь, а как ты волосы сделаешь без резинки? Это технология, это стандарт, намотано, а как мы материал покупаем? Мы покупаем материал, там резинок не и 3, не 5, а там вот такие мотки намотаны, ну, и ничего, а как вы хотели, ну, так не бывает, чтобы, ну, а как по-другому? Поэтому, когда люди к нам приходят и просят волосы, допустим, весить там грамм, сколько-то там много, мы просим их, ищите кусочки, потому что разматривать большой хвост, это вес идет, потеря в резинках, извините, мы тоже не можем за него платить за этот вес, вот, поэтому это нормально, это вполне нормальная ситуация, надеюсь, все понятно, еще раз могу вернуться к хвосту, здесь кудряшка детская, волна стандартная была, и была потом легкая стрижка. Проходила с этими волосами 5 месяцев, посмотрите на эти, смотрите, мои дорогие, видите, тут вообще нету сеченых кончиков, вот, берем любой хвостик, вот, любой, смотрите, любой, нигде вообще нету, все ровненько, нигде никакой сечености, все аккуратненько, все вообще просто шикардос, шикардос. Вот, у нас уходит клиент с ленточкой, смотрите, вот наша супер ленточка, у нас наша русалочка носит не первый раз ленточку, носит уже давно, очень довольна, делает коррекцию вовремя, правда? Так, вот и дошла моя очередь почувствовать на себе вот этот прекрасный фен Дайсон, он у нас уже давно, но им сушились только клиенты, так как у меня стояли волосы кудрявые, я им не сушилась, тут на магнитике все, видите, как все груза, я им не сушилась, вот первый раз пробую этот фен, пока очень мне нравится, не знаю, что мой мастер скажет, как там леноси у нас? Вот, он так красиво шумит, так приятно, давай, я слушаю меня, сейчас вы услышите, как эта прелесть зашумит, он по-другому, кстати, шумит, не так отбредит все, офигительно, кайф! Помогаю своему мастеру делать микроскопу! А я с другой стороны, я с вами делаю? Да, давай, давай, тащи! Вот смотри, сейчас мы включим этот, выключай, а теперь этот. Ты слышишь или делаешь? Тот делает так, ну, там воздух по-другому, а этот, ну, как бы, если ближе подойти, все хорошо слышно. По-другому шумит, даже по-другому идет давление воздуха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Моя любимая машинка Максимова Дима Торзок Я Мастушка клиенты когда просят они просто не понимают о чем они просят будет стоять столько сколько надо пусики у таракана пусики у мальчика на трусики а у меня волосики а и 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 сейчас первый ряд мы ставим только светлые волосы Второй ряд мы будем комбинировать с темными, для того, чтобы у нас получилась такая интересная игра цвета. Я работаю нашим клеем, это наша специальная разработка для нас, и мне очень нравится. Мы делаем коррекцию, ставим длины волосы 70-70 сантиметров, будем ставить очень много гранов, клиент грозит уже очень много лет. Вот он хорошо справляется, и это большой объем. Какого ты ставим? Может, я с вами ставил? Вот, когда отгибаешься, оно расползает. А ты не отгибай так, типа, на улице, я тебе не могу. Может, через все у нас ставили? Нет, это тоже так же. Нет, ты знаешь, что, это будет у белого. А белый, да? Да, у белого. С Тимовой они вам все сделают. И мы тут стоим, пять мастеров, с утра до вечера раскутываем колтуны, говорим человеку, пожалуйста, мы пойдем на встречу, не ходите больше никогда, наращивайте у нас. Мы вам сделаем заезжую цену, у нас есть молодые мастера. Фигясь, человек сделал у нас, все понравилось. Пошел в другое место, он решил опять переходит. Я говорю, опять пришли? Опять мы должны это говно снимать пять часов, а вы пойдете туда за 50 долларов наращивать, а мы должны за 30 долларов снимать. Так вот идите, где он наращивает, а пусть там и снимут. Так, а с другой стороны, Виктория, ты же, ты же, ты же... Вот, подожди, вот можно посмотреть, к чему приводит, во-первых, А, несвоевременная коррекция, вот, все напутано, во-вторых, Б, тонкие волосы, в-третьих, какой мастер ей порезал эти ленты, для чего она сделала, я не знаю, я не вижу смысла было вот их резать. Вот человек порезал, он этим своим... А почему она не сказала, что это? Не знаю, он своим вот этим, тем, что она разрезала эти ленты, она, видно, хотела ей поменьше как-то взять, не знаю. Вот тем, что она их разрезала, она сделала человеку только хуже, потому что они срослись в одной степи. Она стояла плашмя, одна лента, вот как стоят нижние, вот, как выглядит целая лента, вот, не как стоит нижняя. Она бы так не запуталась. Она запуталась, потому что еще и порезана. Ну, тут еще и переходили. Да, так тут вообще, посмотри, что творится тут. Ну, вот оно, вот оно, как должно стоять, вот. Вот. Вот тут он, посмотрите, что творится. Тут все, один сплошной валик. Сплошной валик. И когда приходят без консультации, мы человеку назвали цену за снятие, но вот за это мы даже браться за такие деньги не будем. Это двойное снятие, сто процентов, потому что это все распутать надо. И еще от липкого слоя все это. Хотите посмотреть, что у вас там? Нет, не хочу. Нет, не хочу. Я вам скажу, что... Я вам скажу, что тут вообще нет смысла их резать. Я не понимаю, зачем их разрезали. Я вообще не вижу. Вот зачем? Тот человек... Я понимаю, на висках по две штуки разрезают, но разрезать всю голову, вот такие вот рисунки, это глупо. Поэтому они расползлись, вон они, порасползались, смотри, что творится. Пораскрывались, разъехалось, все. Ну, так, короче, вообще капсульная, да? На ваши волосы лучше поставить биоленту. Сколько вы с ними проходили? Три месяца? Да? Лету не выросла. Ну, сколько? Получается, это разделы коррекции? Нет, сколько проходили после коррекции? А, да. Три месяца. Ну, а с биолентой вы проходили бы два с половиной месяца, и таких у колтунов не было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот, мы закончили наращивание моих шикарных волос. Сегодня я остаюсь так с ними переночевать, а вот завтра меня Марина подстрижет, просто мой мастер, которому мы встречи, она немножко занята, а та, которая меня наращивала, побежала в садик за ребенком. Поэтому завтра мне все это подстригут, уложат, накрутят, намажут, и я буду красивая. Ищем. Ах!